всем привет всем привет сегодня суббота я сегодня работала я уже приехала домой как всегда ушли сходили снизить и погулять вот она здесь у меня рядышком как всегда со мной лежит мне задают такие вопросы по поводу учебы и по поводу легализации по поводу процесса как вообще с документами в америке давайте сначала я вам расскажу сегодня о легализации документов которая через который я прошла и через который пришел мой муж по поводу моего мужа могу вам так образно рассказать давайте сначала про диму расскажу он приехал в 14 лет по обмену специальная программа была по моему и до сих пор есть такие программы но они очень ужатые то есть раньше это более распространено было сейчас нет сначала у него была специальная виза которая дается по обмену потом он был как студент и мы продлили другую визу потом мы сделали визу и это сопровождало его школу то есть где ему уже сама работа сделал грин карта то есть процесс такой был он часто участвовал но не было такой вот бумажного лакита как а люди которые сюда приезжают немножко по-другому и на данный момент он имеет грин карту вот эту заветную грин карта здесь моя фотография вот эту грин карта которая все как бы ждут сначала у меня была грин карта сначала у меня не было грин карты но это я вам сейчас расскажу все поподробнее я сюда приехала как турист то есть у меня была туристическая виза мы я познакомилась с человеком и пригласил в гости то есть у меня изначально в принципе это не было никогда в жизни мотивы и желание приехать в америку жить и делать какие-то документы и вообще этим заниматься то есть для меня это вообще темный лес и вообще вообще как бы я любитель не забыл путешествовать у меня очень много там виза кран партии и мне достаточно легко дали визу когда в америку хотя если честно дали-дали меня пригласили в гости я без задней мысли то есть гости замечательно съездить в америку все супер я приезжаю и таким образом попала в америку по область его визе по туристической визе мне делают предложение и вот итог такой что я приезжаю сюда второй раз уже будущему как бы мужу он гражданин америки и я сюда приезжаю уже ну не как жена а тоже как турист и сложности стоит в том что ты по визе можешь находиться здесь шесть месяцев потом уже начинаются проблемы ты не можешь выехать ты не можешь если ты выезжаешь то есть уже теряешь визу тоже никогда не получишь визу там получишь там через и ты когда вот и это другие страны тоже будет проблематично получить визу если ты захочешь кито путешествовать получается таким образом что через за полгода ты должна решить то есть или ты остаешься в америке или ты уезжаешь я как уже известно я выхожу замуж и делаются документы момент достаточно сложно делать постольку поскольку виза была только у меня моей дочери не было визы надо было делать еще плюсом воссоединение семьи то есть сначала муж подает документы на меня то есть у нас начало роспись и мы подаем документы на меня в посольство на интервью то есть это собирается большой огромный пакет документов доказывается что наш брак не по расчету прилагаются очень много фотографий прилагается со свадьбой фотографии прилагаются письма письма от его родственников там с его работа друзей и так далее и тому подобное информации для них должно быть очень много и чтобы они поняли что я я то есть приехал не то чтобы выйти замуж и то есть остаться здесь потому что у меня помните у меня туристическая виза была не виза невеста а туристическая виза вот у меня были такие проблемы что он постольку поскольку я служила в органах у меня начались проблемы то есть мне вам за этот период затяжен выдачи грин карты у меня затянулся временной то есть до сначала дается времен карта брен карта потом постоянно через два года дается уже постоянным карта но и перед тем вы подаете документы процесс уже начинается когда уже отдали документ вас приводит вам присылается письмо что вам надо пойти пойти на фингерпринт то есть пальчики стоит откатать вы это делаете потом вам где-то через какое-то время присылается разрешение на работу то есть это вот такая вот карточка разрешение на работу и по этой карточке если у вас нет грин карты и по этой карточке вы имеете право работать в америке без это разрешение на работу вы нелегальны то есть рабы не можете работать то есть вас нет разрешения вот и этот процесс затянулся достаточно очень долго и мы приезжаем на одно интервью все интервью проходит мы доказываем то что все нормально что как бы мы нормальная семья но мне грин карту не дает мои документы отправляют на проверку что они проверяли где они проверяли но постольку поскольку вы знаете что а моя дочь была в россии и одновременно подались на документы на воссоединение семьи этот человек подал документы на воссоединение семьи и у меня я не могла выехать я не могла выехать по одной простой причине потому что мои документы были в процессе у меня было из документов всего лишь только разрешение на работу и разрешение на работу и были водительские права вот они эти права просрочены уже просрочены у меня уже новая они делают такую дырочку то есть вот все у меня больше ничего не было а еще плюсом если вы еще хотите там когда прав нету делается еще удостоверение личности вот такое может по этим документам я могу ездить только по штатам все выезжать выезжать я не могу соответственно мне надо забрать дочь и мы как бы ждем документы и и уже это был второй второй год пошел в два года прошло и у меня еще не было на руках а грин карта через два года вам меняется временное на постоянное то есть она где-то в течение четырех месяцев в принципе должна была прийти грин карта если по замужеству мне ее так и не давали то есть у меня был кейс то есть дело которое на рассмотрение то есть я легально в стране но выехать я не могу никуда для того чтобы не забрать ребенка я иду к адвокату мне адвокат делает такую бумагу с моей фотографии отсылается в посольство мне делают опробу разрешения на то чтобы я выехала и заехала в страну на один раз то что забрать ребенка потому что к этому времени уже через два года я получаю информацию то есть из посольства то что Алене на документы уже готовы то есть ей надо пройти на интервью то есть у нас у меня есть дата интервью мне надо быть в России мне делают вот такую бумагу в которой я выезжаю я при выезжаю и мы Алене делаем она проходит интервью в России я ее привожу сюда и буквально Алена получила грин карту достаточно быстро вот ее первая грин карта то есть сейчас у нее такой хвостик обгрызанный потому что она была то есть теперь у нее другая грин карта у нее уже постоянная грин карта и через какое-то время мне тоже присылали заметную грин карту то есть я уже как бы легализовалась в стране все но это очень тяжелый процесс долгий и дается вот вот такая штука это social security поэтому здесь есть номер у каждого человека здесь в Америке который имеет или грин карту или паспорт нет social security по которому это инвестиционный номер человека то есть все его какие-то пути банковские какие-то по работе или еще что-то ну вот поэтому номер можно отследить очень многое то есть и кредитную историю можно отследить в общем это инвестиционный номер человека который живет в Америке вот так я легализовалась то есть это достаточно долгий процесс следующий шаг в нашей семье это мы будем подавать на гражданство то есть после Аленкиного 18-летия мы всей семьей будем подавать на гражданство причем Дима живет уже практически почти 30 лет в Америке но он не гражданин Америки он только будет подавать вот как мы семья будем подавать на гражданство в принципе такой необходимости не было никогда потому что имея грин карту ты фактически гражданин Америки только ты не можешь голосовать и там еще какие-то нюансы есть но не такие огромные что касается людей которые здесь приезжают и хотят каким-то образом остаться ребят если вы играете в грин карту я буду честно от всей души братья пусть вы выиграете вот это самый легкий способ который без заморочек без всяких лишних затрат на адвоката лишних нервов и так далее и тому подобное потому что очень многие приезжают сюда ну во первых думаю легкие деньги это не так я уже вам это рассказывала это не так из Молдовы люди приезжают я знаю с с Россией тоже есть там очень много людей которые приезжают сюда по туристической визе остаются и вот думают что вот они там там кого-то найдут это уже время проходит и очень тяжело потому что без легализации в Америке очень тяжело очень тяжело работать то есть вы работаете за копейки вас там ну очень вы фактически ничего не имеете вы вот работаете с утра до вечера и вот то что вы имеете очень тяжело потому что очень ну знаете без документов просто не человек я считаю что и есть люди которые вот этот народ это мексиканский народ приезжает переходит границу целая система они вообще здесь годами живут без документов для это сейчас тоже знаете и операционные службы и отлавливают и что-то здесь ну так ужесточилось очень ужесточилось также я знаю что подают на политическое убежище сейчас и такие тоже кейсы такие есть это тоже достаточно тяжелый долгий многолетний процесс по поводу соединения семьи несовершенную дочь несовершеннолетнюю дочь я привезла достаточно ну столько поскольку у меня были там вот эти проблемы два года но достаточно быстро то есть несовершеннолетнюю дочь можно привести если мама легализовался или папа то где-то до двух лет также я могу привести своих родителей то есть тоже это достаточно там где-то два-три года допустим сестру чтоб я могла привести это уже занимает десять с хвостиком лет это достаточно долгий процесс как говорится прямая линия то есть дочь если уже она будет совершеннолетняя то если ей будет 21 то это все это тоже десять лет сестра десять лет там тети дядя тоже такие же цифры а вот родители родные то есть это достаточно быстро можно провести но я повторяю уже если все с документами того человека который находится здесь в Америке все прекрасно замечательно я знаю что и люди ждут и годами чтобы привести своего ребенка у нас есть такие знакомые слава богу история закончилась прекрасно замечательно это подружка моей дочки я безумно рада что кстати Викуля у нас здесь и подружка Аленки я очень рада они очень хорошо дружат в этой семье такая же история была это очень тяжело и поверьте мне сердца матерей которые вот хотят своему ребенку лучше и они не его вот к себе поближе оно занимает это года это рвется сердце прямо на куски но слава богу все закончилось везде все хорошо у нас тоже все хорошо закончилось так что ребят если будут вопросы какие-то пишите я чем могу чем помогу расскажу все что знаю расскажу что не знаю узнаю тоже расскажу следующее видео по поводу обучение в америке я тоже вам подготовлю и расскажу всем пока пока до завтра